Если руководитель компании «Яндекс» был в программе «Зитко-3», у нас сейчас есть возможность представить вашему вниманию обращение к российскому руководству от Джессики Лонг, паралимпийской чемпионки, девушки, которая в свое время была как раз усыновлена американскими гражданами и уехала из России в Америку, и добилась, как мы все знаем, больших успехов. Мать ее отказалась сразу после родов. И сейчас Джессика Лонг, звали ее здесь, если не ошибаюсь, Татьяну должны были звать, но она стала Джессикой Лонг и стала паралимпийской чемпионкой. И вот она, реагируя на планы запретить усыновление американскими гражданами российских детей, обращается в эфире «Зитко-3» к российскому руководству. Единственное, что я хотела бы сказать, заключается в следующем. Все, что мы делаем, всегда есть в этом хорошая и плохая сторона. В равной степени бывают хорошие ситуации и плохие. Также это относится и к усыновлению детей. Есть огромное количество прекрасных историй про детей, которые смогли найти себе родителей. Я знаю, что очень многие знают мою историю. Но, уверяю вас, есть великое множество других историй, вроде моей, когда российские дети были усыновлены американскими семьями. Конечно, есть и плохие случаи. Исходя из истории нескольких семей, нельзя запрещать усыновление американцами в целом. Я не могу себе представить, что было бы со мной, если бы меня не удочерили. Я люблю свою семью здесь, в Америке. Они моя семья, они меня вырастили. Именно благодаря им я стала тем, кем я стала. И именно благодаря им я смогла добиться того, чего я добилась. Смогла плавать и стала успешной в этом. И передо мной светлое будущее. Запрещать усыновление – это значит лишить этих милых детей их светлого будущего. И это ужасно, потому что эти дети не сделали ничего плохого. Они просто дети. И зачем запрещать усыновление, если это давало им в детском доме надежду, что они обретут семью, которую у них никогда не было? Когда я приеду в Россию, первым делом я хочу встретиться с моей российской семьей. И после этого я хочу, чтобы мою историю узнало как можно больше людей. И если у меня будет возможность встретиться с российскими политиками, посмотреть им в глаза и поделиться моей историей, я обязательно это сделаю. Усыновление дало мне будущее. Я попала в замечательную американскую семью. Есть огромное количество американцев, которые не могут иметь детей и были бы счастливы усыновить российских сирот. Это ужасно грустно, что кто-то пытается это запретить. Этого допустить нельзя. Я думаю, что это так грустно, и это нужно изменять.